26 апреля 21 года понедельник продолжение сел аккумулятор на фотоаппарате в общем сегодня с утра я пошел погулять и заглянул в дерево там такая трещина в дереве тайник и вроде как увидел аккумулятор который мне оставил марк мы туда кладем он забирает ну и пошел гулять и прогулялся я ну туда минут 10 обратно там в общем полчаса наверно минут 20 гулял полчаса и когда вернулся я этих аккумуляторов не увидел ну то есть как бы получается кто-то заметил что я смотрю и наверное украл может быть но никого не было в том-то и дело я наверно заметил что если бы кто-то был по тропе удалялись люди но их их они навряд ли были когда я смотрел аккумулятор а может быть они проходили там ну нет они не успели и в общем когда вернулся и увидел открытую калитку может быть перри сюда тери вломился и но в общем ладно буду узнавать у марка дневниковая ну вот вчера я загорал но сначала загорал в трико потом трико и все-таки снял наверное сегодня удастся загорать хотя температура не такая большая 17-18 градусов но на солнце хорошо на солнце довольно таки тепло мои многодетные мне на словах говорят что они меня прям такие любят и все такое но с декабря вот только один раз приходил глава семьи тут посидел пока я сбегал дженералисту тут буквально полчаса наверно а чтобы прийти посидеть 7 утра до 12 мне надо поехать в город к генералисту к нормальному то есть этого больше них не приходили и дети не приходили навещать и не позвонили ни разу не спросили когда минус 15 было они не позвонили ни разу не спросили как дела то есть они меня ненавидят и презирают но не они не дети а просто родители дают направление как думать о нем что он если нам подарки дарить значит он дурак и псих и вообще что-то от нас хочет нехорошее ну видимо так это не переломить я вот сегодня написал главе семьи что пусть принесите мои вещи которые в декабре вот я попросил чтобы они забрали я думаю что мне госпитализируют меня никто никогда не госпитализирует так и тут и как и останусь и там есть дорогие мне вещи они не дорогие как бы они дорогие мне вот ну там если дорогие сами по себе вещи например горелка стоит наверное 100 евро и в общем попросил принести мне эти вещи поскольку им дали на покинуть францию документ я уверен что если если так получится если они уедут сами то они мне вещи могут и не вернуть то есть если что-то было подобное да то почему бы и не будет в будущем то есть я ему написал что подарки еще два подарка для детей вот будет скоро дни рождений и все это последнее надо ставить точку в наших отношениях поскольку декабрь январь февраль март апрель пять месяцев ну еще и до этого живите даме до этого никто не пришел из детей не проведал не позвонил а в детской жизни это довольно таки большой промежуток времени то есть все все на мне поставили крест это надо понимать а все эти сладкие слова ну надо немножечко понимать что это все не правда мягко говоря да вчера я не звонил маме ну потом и потому что было воскресенье и потому что позавчера еще позапозавчера в пятницу я ее спросил что ты кушала она говорит что-то жирное и вермишель и я начал ее опять ей объяснять что это плохо для нее заменитый вермишель какими-нибудь тушеными овощами и вот у нее как бы аргумент который я не могу просто якобы побороть это ну мне же хочется и вот это хочется когда она что-то хочет обосновать хочется вот хочется это должно по ее мнению поставить точку в каких-либо объяснениях каких-либо попытках ей объяснить что это плохо но мне же хочется все это по ее мнению это все . я же хочет все это . и вот это нечто дьявольская нечто такое, я не знаю как это назвать нечто хищническое нечто глистовое такое хочется и все, то есть когда разум не сводится к нулю я объясняю, что ну не только вот в этом когда нужно было заказать очки я ей сказал, подожди до утра, я тебе посмотрю какие лучше стекла, какие лучше чего она не удержалась ну ей там дали 5000 к Дети войны утром, не дожидаясь моего звонка я должен был позвонить в 10 часов она уже в 8 побежала на почту и купила там очки на почту покупать очки, которые для зрения но еще от солнца и надо, потому что у нее началась катаракта, потому что она не понимала что на солнце надо ходить в очках от солнца и я даже не думал ей об этом сказать я думал, ну как бы человек, наверное понимает, побежала, купила вот такие очки в которые в итоге вот ей оказались не нужны сейчас она говорит, что вот они не подходят ей надо нормальный а нормальный, когда она была у врача она не позаботилась взять рецепт я не предугадываю такие вещи как она не может взять рецепт, если она пошла к врачу у нее нет рецепта а без рецепта опять идти вот на почту или идти в аптеку, а не в оптику там оптики нет, а заказывать это нужен рецепт и вот она подбирать я говорю, не подбирай, ты же зрение у нее упало зрение на две диоптрии за год только из-за ее как это назвать, я не знаю бездумного, безумного поведения на две диоптрии упало вот просто поэтому, что она не взяла рецепт что она не позаботилась не захотела два часа подождать, пока я позвоню ей хотя бы подожди, два часа подожди, потом побежишь на почту покупать свои модные вот такие очки и вот вчера я объясняю то, что не ешь ты жирного, не ешь ты мучного и опять она вот так вот поворачивается к камере опять вот так поворачивается да елки пал и вчера что-то не было контакта вот я с наушниками звонил где-то контакта нету я говорю, что-то я тебя не слышу она сидит и говорит мне а мне тебя слышно и молчит а я же не слышу мне же надо звук поймать есть звук, нету звука я говорю, ну ты говоришь что-нибудь я же тебя не слышу а я тебя слышу и молчит и я потом ей объясняю ты в первую очередь должна подумать обо мне вот так у тебя должно направление всех твоих мыслей быть о ком-то а как ему помочь, чтобы он настроил звук может быть мне что-то говорить ему алло, 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 сынок, ты меня слышишь? алло, алло? нет, у нее нет она сидит и смотрит меня как в телевизоре некую развлекательную программу у нее есть звук все, ей ничего не надо хотя я ей до этого объяснял что звук он туда есть а туда нету если у меня нету ну ты уж поверь, что у меня звука нету ты уж поверь и она начинает хамить уже с того момента, как она обижается она начинает чисто тупо хамить и уже разговора ни о чем нету я просто ей сказал, что я в воскресенье не позвоню поскольку я хотел уйти от суеты хотел уйти от таких всего такого не звони мне вообще никогда все, ты мне не нужен да, а когда звонит Марина, жена брата покойного Мариночка и меня бросает я один раз попал то есть они ей очень нужны все очень просто брат раньше получал хорошую зарплату Марина получала хорошую зарплату и они ей, так сказать, башляли и она, так сказать, меня полностью забыла поскольку у меня были трудные времена вот нету сына она меня грубить начала из-за того, что она отца до смерти довела и я ей об этом говорил ладно, не буду я об этом это слишком сложно для кого бы то ни было все очень просто когда человек, хоть даже она и мать живет ради себя когда главенствует только о себе а только потом о детях там в третью очередь, в десятую очередь это чудовищно все и вот получается так, что здесь я о ней бьюсь, колочусь я ее вытащил с того света вот буквально и я все ей отдаю время и все и она я говорю, мам вот в срочном случае я тебе могу прислать деньги с карточки с французской в срочном случае она мне говорит пришли мне денег мне нужно купить одежду я говорю, зачем тебе одежда? вот обновки мне нужно купить то есть все деньги может прислать все когда раньше работал в банке приезжает с блинчиками до этого не нужен был проблемы были? не нужен, как только в банк устроился приезжает с блинчиками деньги дай я спрашиваю, сколько тебе надо? дай все, сколько можешь то есть да хоть бы всю зарплату отдал она глазом не моргнула взяла бы и протратила на всякие шмотки на всякую ерунду у нее не было такой мысли спрашивать сынок, как тебе тут плохо? хорошо там возможно она бы меня уберегла тогда, когда я работал в банке и возможно бы мне бы чисто психологически там бы я удержался никогда никогда как у этих моих чеченят они никогда не думали обо мне ни одного раза только взамен когда я что-то спрашиваю они взамен ну тоже спросят о том же никогда я не чувствовал душевно-типлавных и вот да, буддизм поможет от таких людей отдалиться по крайней мере не порвать с ними уж порвать-то наверное совсем невозможно поскольку невозможно ну и Христос еще говорил кто мать и кто отец мне кто во Христе Христос говорит кто во Христе да ну в общем кто закон соблюдает да тот и мать не и отец вот так же и я кто соблюдает закон тот не и мать и отец я готов повторить а кто закон попирает тут это женщина это мужчина все так вот и нам нужно когда мы беспомощны когда мы раз нас родители кормят и мы не можем не выбрать ни религию ничего тогда да а когда мы уже когда мы выросли некоторые родители могут уже уничтожать своих детей на каком-то этапе тогда надо от них отдаляться потому что жизнь она не принадлежит нашим родителям жизнь детей не принадлежит если родители начинают уничтожать ребенка до свидания так ну в общем ноги мои ни лучше ни хуже вчера я начал день с апельсинов съел несколько штук даже каши не варил потом к вечеру я съел два или по-моему два две горбушки хлеба не горбушки а два два этих как назвать два транша вот елки-палки как по-русски два поста хлеба натертый чесноком и немножко колбасы с перцем такой и все и всего мне там в принципе хватило ну весь день я читал весь день я читал книги по буддизму вот а сегодня нужно все-таки позаботиться о том как бы мне позвонить моему дженералисту узнать как она работает и с кем-то договориться может быть мне нужно попасть дети на каникулах вот эти тещинята мои но они не хотят прийти и тут посидеть 4-5 часов чтобы я съездил к дженералисту они на каникулах ну не на каникулах они на карантине а до этого они были на каникулах они не пришли не позвонили ну ладно это в принципе тот же механизм как с моей матерью если ты вдруг зацепил ее самолюбие для нее выше всего приоритет это накраситься напудриться сделать прическу и ходить по селу чтобы все завидовали какая она красивая это все выше всего выше семьи выше детей выше работы выше всего надо этого достигнуть а для чего ну вот вот если вдруг тронешь ее самолюбие в чем-то что она соврала ты говоришь вот ты же соврала все она начинает тебя ненавидеть тебя уничтожать разрушать все вокруг вот так же и они затронул сами же сделали дело нехорошее затронул это дело и все все вокруг себя нахер так что я уже ученый как бы я по крайней мере это вижу и вот наверное буду наказан за то что я вижу это и продолжаю помогать вижу и продолжаю ради детей помогать и я не думаю что они будут мне когда-либо благодарны я думаю что они все перевернут и для них я стану врагом может быть номер один потому что он помнит то видел то что мы делали плохое а про хорошее они про то что делал я для них они забудут про хорошее я в этом не то что даже забудут вот вот это желание то есть когда человек делает плохую вещь он ради того чтобы скрыть это готов разрушить все вокруг себя своих друзей все все абсолютно все даже и гробя самого себя и вот тут то вот как ему помочь может быть дождаться пока он себя почти почти не угробит до самого до конца но потом можно ли ему помочь что нибудь останется ли что то чему нужно помогать или там уже ничего не будет в этом человеке вот такое место на карте памяти у меня заканчивается спрашивает меня на ютубе почему я не веду стримы а потому что нет чата а без чата вести стрима какой смысл да легко на телефоне включил стрим провел и все ну а какой смысл чата нету как то как то лучше качество лучше говорю я о том же самым о чем бы говорил бы по телефону но качество хорошее а на телефоне качество ужасной записи так ладно все сегодня я буду работать с текстом как надо мной издевались в нанси это про начало издевательства Франции и после этого уже невозможно было остановить эти издевательства потому что предыдущее преступление нужно было покрывать следующим более большим преступлением и так без конца и что разобьет этот снежный ком этих преступлений неизвестно ну они должны в принципе это должно разрушиться от времени но выживу ли я даже улья я не уверен выживу ли я кстати до сих пор потому что жилье моя срочная заявка была блокирована почтовым банком и моей соцработнице Фредерик Парчмент из спады сначала на полгода а теперь три месяца не слышно от нее ничего то есть она мне предлагала то приложение которое неприемлемо заведомо то есть там полукругом стоят дома и балконы 10-20 метров напротив друг друга неприемлемо потому что это специальное здание это гетто для беженцев где-то для для отброса и там постоянно будет шум постоянно будет крики и так далее это невозможно будет там жить я точно знаю специально дешевое жилье построено для беженцев с тонкими стенами с плохой звукоизоляцией и так далее и вот получается теперь мы заявки заявка моя несрочная и жилье возможно мне теперь могут по закону они как бы ну по ихнему садистскому закону точнее закон там об одном они его по-другому используют по-другому куда закон что дышло куда повернул туда и вышло да вот так же и они и вот могут теперь мне не дать жилье до следующей весны лета и не начать даже давать и обрекли меня таким образом на пятую зиму я уже не выживу это точно мне срочно нужна медицинская помощь давно уже года 2-3 нужна срочно медицинская помощь ее нету ни по артрозу ни по почте ни по сердечной аритмии нету а это комплекс он убивает и вот я жив благодаря тому что я не пью не курю живу размеренную жизнь да еще и работаю с утра до вечера здесь постоянно этот Тьерри который приходит он не может понять что я постоянно занят я постоянно читаю или вот диктую вот такие видео всякие я думаю если я даже вроде как сплю лежу за гора я думаю в это время о чем-то если я не уснул я могу отдыхать только когда я уснул даже если я с кем-то разговариваю я все равно работаю мозгами я же не просто бла-бла-бла а лишь бы о чем чтобы польза какая-то была и мне и собеседнику ладно место у них вот кончается у меня на этой сиди-карте нужно как-то его чистить ну дневниковый заснимаю лагерь вот вот как у меня тут сухофрукты мед вон каша сейчас буду кушать рисовая да вот сделал такую ну это я уже рассказывал чтобы прожаривать мои вещи все когда подождем полежать несколько месяцев вот мои вещи они как стиранные становятся очень чистые да белки два раза утащили всю мою морковку оба раза по килограмму там морковка была последний раз утащили или белки или крысы больше ничего только яблоке погрызли и все и вот пакет соком угол отгрызли эти пока не тронули то есть они постепенно постоянно сканируют мои все вещи которые в доступе и постоянно пытаются что-то утащить но сюда они не добираются сюда они пока не научились открывать а если научиться ну вот они мои лекарства вот мои все лекарства да надо кстати артроза омега 3 так далее ну места у меня тут в принципе хватает так что кашу варить не надо каша есть сейчас сяду поем с сыром в первую очередь заканчивается сыр его долго нельзя хранить дальше 2 кило капусты есть квашеной у меня в погребке уже до дерева срубил вот я нарастил вот эти ветки понакидал с листьями мою изгородь вот я без костылей хожу но я хромаю все ноги все равно болят поэтому я рюкзак не надену это уж точно это моя релье такая пусть меня хоть убьют наколол дровишек много да сегодня будет хорошо сегодня будет такой день более-менее более-менее спокойный ну небольшой ветер но солнце будет видно уже что загорать наверное получится если Терри не придет если он придет я его прогоню я скажу извините я буду загорать я люблю голом не то что даже люблю но мне площадь нужна для загара если я зимой несколько недель в палатке не вылазил почти из палатки то мне сейчас нужно хоть как-то в себя прийти а хлеб надо не забывать чтобы он не не зацвел я его раскрыл каждый день вытаскиваю он у меня проветривается просушивается потом я его досушиваю около моей печки и натираю чесноком вот это вот мое любимое блюдо но так как я им каждый день то уже приелось вон он чеснок ну все на этом закончу я дневниковое